На площадке Пятигорского государственного лингвистического университета прошло заседание Круглого стола перспективы развития высшего теологического и духовного образования в России. Участниками конференции стали ученые со всей страны, а также представители Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Российского православного и Свято-Тихоновского гуманитарного университетов. Круглый стол прошел в рамках деятельности Совета по теологическому образованию Пятигорской и Черкесской епархии. Обращаясь к участникам дискуссии, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт отметил, что епархия выступает как заказчик и координатор образовательных программ для нужд церкви и общества в регионе. Нередко ведется дискуссия о том, кому необходимо это теологическое образование и в дальнейшем, каким образом это теологическое образование используется на практике. Как я уже сказал, епархия выступает заказчиком не только для своих нужд, но и для нужд общественных институтов. Ректор Российского православного университета Игумен Петр Еремеев остановился в своем выступлении на форматах теологического образования и опыте университета. За последние годы сложилась и оформилась окончательная направленность теологического образования нашей страны. Во-первых, это образование светское, религиозное, теологическое. Во-вторых, это конфессиональное или духовное православное теологическое образование. Всеобщую поддержку получило предложение архиепископа Феофилакта создать распределенный научно-исследовательский центр мониторинга религиозной ситуации в поликонфессиональных регионах. Первыми участниками центра стали Пятигорская епархия, Российский православный университет и Пятигорский государственный лингвистический университет. Состоялось подписание соответствующего соглашения.